Здравия желаю! Это седьмая часть серии о парке Патриот и выставке Рособарон Экспо. Центральный выставочный центр парка Патриот – это идеальная площадка для проведения различных мероприятий любого масштаба и формата. Максимальная нагрузка на 1 квадратный метр – 10 тонн, высота потолков – 16 метров. В каждом павильоне по 4 больших конференц-зала вместимостью от 50 до 128 человек – это на первом этаже, а на втором – 3 зала вместимостью от 18 до 45 человек. Новая многоцелевая бронированная плавающая машина МБПМ сошла с конвейера всего за 10 дней до начала форума «Армия». МБПМ предназначена для использования в качестве боевой разведывательной машины. Лобовая проекция защищает от попадания бронебойной пули калибра 12,7 мм. Также повышена минная защищенность, при этом машина обладает хорошей маневренностью. МБПМ оборудована дистанционно управляемым боевым модулем «Арбалет ДМ» с пулеметом. Если у таких уже известных броневиков, как «Атлет» или «Стрела», двигатель находится в передней части, то здесь 240 сильные ЯМЗ за отделением управления с правой стороны. Максимальная скорость по шоссе – 120 км в час. В центре военно-патриотического воспитания «Авангард» в парке «Патриот» проводится творческий конкурс «Фестиваль армия культуры». Поражает не только выступление на почти профессиональном уровне, но и тщательность подготовки костюмов. В этот раз во всекомандном зачете абсолютным лидером стала Россия. Второе место досталось Китаю. Третье место поделили команды из Белоруссии и Казахстана. Лучшим экипажем индивидуальной гонки танков и биатлона подарили автомобили и мотоциклы. В этом году победителем этапа «Индивидуальная гонка» конкурса в 1-м дивизионе стал экипаж Южного военного округа Вооруженных сил России. Минобороны представила комплексную аппаратную связи МП-2ИМ, разработчик «Концерн Созвездия». Комплексная аппаратная связь предназначена для развертывания на узле связи пункта управления бригады внутривзловых сетей передачи данных шифрованной и открытой телефонной связи для обеспечения радио и проводными каналами связи абонентов пункта управления, размещаемых в командно-штабных машинах. Эта разработка имеет шифр «Медногорец». Дальность связи по радиостанции Р-168-25УЕ в движении до 20 км, на стоянке на мачту до 40 км. Время развертывания для работы на стоянке не более 20 минут. Количество направлений связи до 7. Транспортная база К1-6-1 БТР-80. Предприятия «Роскосмоса» представили производимые и перспективные образцы ракетно-космической техники на военно-техническом форуме. На стенде «Роскосмоса» представлены используемые и разрабатываемые средства выведения, включая тяжелые ракеты-носители «Ангара-А-5» и «Ангара-А-5Б», ракеты семейства «Союз-2» и «Союз-5». Экспозиция дополнена и макетами космических аппаратов «ГЛОНАСС-К», «А-С-2Д», «Обзор-Р», «Канопос-В» и «Метеор-М». Также на форуме демонстрируется разработка предприятий «Роскосмос» в сфере микроэлектроники космического назначения, систем связи, геоинформационных сервисов и технологий виртуальной реальности. Экспозиция включает и медицинскую технику, выпускаемую предприятиями отечественной космической отрасли. В формировании объединенной экспозиции принимают участие 7 организаций ракетно-космической промышленности – НПО «Лавочкина», ИСС, ЦНКИ, ГК «НПЦ» им. Хруничева, ОКБ «Факел», НПК «СПП» и корпорация ВНИИ-М. Впервые ЦНКИ представил новый макет стартового комплекса для ракеты-носителей «Ангара» на космодроме «Восточный». ГК «НПЦ» Хруничева демонстрирует линейку ракет-носителей «Ангара-А5», «Ангара-А5В», «Ангара-А1-2», а также макет ракеты-носителей «Протон-М». По направлению научного космоса НПО «Лавочками» представлены макеты малого космического аппарата для фундаментальных космических исследований МКФКИ «ПН-2» и космического аппарата «Электро-Л» в составе макета разгонного блока «Фрегат-СБ». Компания информационной спутниковой системы ИСС имени Решетнёва, в свою очередь, презентует макеты космических аппаратов «Марафон» и «Глонас-К». ОКБ «Факел» представил макеты двигателей. Здесь, что нам представлено, это макет установки для специальной обработки бесплодных аппаратов. В частности, позволяет проводить обеззараживание бесплодных аппаратов, которые были использованы или решали задачи в условиях радиационного, химического и физиологического заражения. Соответственно, по возвращению сам беспилотник имеет на себе заражение, поэтому есть необходимость его обеззараживать. Значит, в противном случае придется, соответственно, с ним работать только следствием индивидуальной защиты кожи, органов дыхания. Реализуем мы принцип специальной обработки за счет рамочной тентовой конструкции, которая переводится из походного положения к рабочее, механизированным способом, соответственно, в результате чего формируется закрытый замкнутый рабочий объем, замкнутый рабочий объем и, соответственно, далее производится обеззараживание вот таким вот образом, то есть за счет нанесения непосредственно раствора, обработки капельно-жидким способом. В зависимости от вида заражения, соответственно, будет выбран определенный вид раствора. После этого рамочная тентовая конструкция устанавливается в исходное положение, в походное или сложенное положение, и, соответственно, бесплатный аппарат может выполнять дальнейшую задачу, которая на него будет возложена. Особенность заключается в том, что исключен полностью ручной труд, соответственно, сокращено время на обработку и, возможно, будет сокращение также расхода раствора рецептур для зараженных бесплатных аппаратов. Установка, по большому счету, конструкция, концепция, сама достаточно универсальная, может быть реализована как в стационарном положении, так скажем, непосредственно на поверхности грунта, так и с возможностью установки на объект, допустим, техники. Ну, условно говоря, пример, допустим, автомобиль типа «Газель» на крышу, с помощью магнитов может быть смонтирована данная конструкция. То есть вот таким вот образом. Что, соответственно, всеочень обусловит оперативность решения задач, касающихся обеззараживания. Великобритательский инженерный институт предлагает такую разработку научную. В частности, научная работа проведена курсантами института, что, в свою очередь, говорит об достаточно, так скажем, уровне научной работы и вообще направлениях исследований в этой области. Тула Машзавод находится на историческом месте – Тульской Фроловской Слободе, известной своими мастерами. На территории, принадлежащей сегодня акционерной компании, в 1879 году был организован Бойцуровский завод, выпускавший разнообразные изделия из чугуна и меди. В 1912 году предприятие вошло в состав Императорского Тульского оружейного завода, как новый завод. 8 июля 1939 года был подписан приказ Наркома оборонной промышленности Ванникова о создании самостоятельного предприятия машиностроительного профиля Тульского станкостроительного завода. Во время Великой Отечественной войны завод был полностью эвакуирован в Куйбышев, Саратов, Златоуст, а с января 1942 года возобновил работу и в Туле, выпуская оружие для фронта. Легендарный станковый пулемет «Максим», авиационные пулеметы «ШКАС», авиационные пушки, 120 и 160-мм минометы помогали громить врага и приближать День Победы. В настоящее время Тулу Машзавод выпускает в том числе разнообразную гамму малогабаритных четырехтактных универсальных дизелей с мощностью от 5 до 9,5 кВт. Предприятием освоен выпуск целого ряда стрелково-пушечного вооружения калибра 23 мм и 30 мм для бронемашин, самолетов, вертолетов, систем ПВО, морских 23 и 30 мм артиллерийских установок 2М, 3М, АК-230, АК-306, АК-630М, которые входят в состав вооружения кораблей различных типов, а также уникальные зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Каштан» и «Пальма». На протяжении четверти века Тулу Машзавод выпускает гамму высокоточных противотанковых снарядов серии ЗУБК-10, управляемых по лучу лазера. В экспозиции «Через тернии к звездам» в парке «Патриот» в Кубинке представлены космические аппараты «Зенит-2» и «Лазурь», оснащенные различными видами съемочной аппаратуры и оптикой, а еще космические аппараты, обеспечивающие работу отечественной системы навигации «ГЛОНАСС» и системы космической спутниковой связи. История радиозавода имени Попова начинается 29 апреля 1948 года, когда Совет Министров СССР выиздал распоряжение номер 5307R о создании завода в Омске. В 1954 году была выпущена первая серийная продукция – радиорелейная станция Р-401 «Ручей». В 1959 году радиозавод имени Попова выпускает первый омский телевизор «Заря». В 1971 году радиозавод имени Попова награжден орденом Октябрьской революции. В 1979 год – начало производства радиорелейных станций «Азид», которые надолго стали базовой аппаратурой спецсвязи вооруженных сил. Акционерное общество «Заслон» прошло исторический путь от дореволюционного чугунно-литейного завода до современного научно-технического центра. Научно-технический центр «Заслон» занимается созданием блока орудий с кассетами модульной конструкции 9А-5013. Подвесной блок орудий с кассетами «БО» предназначен для размещения и пуска 80-мм неуправляемых авиационных ракет типа С-8 и применяется в составе вертолётов типа Ми-28, К-52, Ми-8, Ми-35. Основными преимуществами нового современного блока орудий являются возможность изменения количества стволов 10, 15, 20, 25 в зависимости от полётной задачи, наличие системы управления взрывательным устройством ракеты. Завод создали в 1862 году. Хозяином завода был «Озолинг». Было налажено производство люков, чугунных плитпечей, художественного литья. В 1936 году на месте завода был создан «Лен Текстильмаш». И только с 1944 года этот завод стал производить радиолокационную и радиотехническую аппаратуру для авиационной техники. Завод имел номер 287. В 1966 году предприятие получает наименование «Ленинградский завод «Ленинец». 14 ноября 2014 года ОАО «НТЦ» завод «Ленинец» преобразован в ОАО «Заслон». В общей сложности в выставочной экспозиции форума участие приняли более 1400 предприятий и организаций, которые представили свыше 28 тысяч образцов и технологий военного и двойного назначения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова